Итак, смотрите, о чем мы сегодня поговорим, про судьбу как предмет психологического анализа, судьба. Не просто какие-то вот такие мелкие частные вещи, а как здесь в основном речь пойдет снова о роли семьи и семейного взаимодействия. И как она складываться может в судьбу человека и в определенные сценарии и игры. Это одна из очень популярных тем психологии. Возможно, и даже уже знаю, по крайней мере, один человек в домашней работе уже ссылался на такого рода вещи. Возможно, вы на каком-то уровне с этим материалом уже встречались. Ну, расскажу. Я считаю, что это интересная и достаточно такая необременительная тема. Сигмунд Фрейд, основатель психоанализа. Эрик Берн правильно пишет, Анна. Да, совершенно верно. Сигмунд Фрейд, основатель психоанализа и, наверное, один из самых, не, наверное, а совершенно точно, один из самых известных психологов в мире, сказал такую замечательную фразу, что однажды под рукой человека не оказалось камня, чтобы бросить в голову ненавистного объекта, и он бросил проклятие. Это достаточно часто цитирую фраза Фрейда. И вот смотрите, получается, о чем мы сегодня говорим, что иногда семейное воспитание, то, что родители посылают детям, вообще семейная история превратиться может вот в такого рода проклятие, судьбоносное, так сказать. Но, естественно, есть и противоположные прекрасные варианты. Мы рассмотрим о хорошей и плохей сегодня. Вот для разминочки несколько фактов. Такой доктор Бернард Лаун, а иногда его переводят как Лоун. Насколько я знаю, он изобретатель дефибриллятора. Кардиолог знаменитый, настолько эффективный, что его же коллеги, это уже наши годы, обвиняли в колдовстве. Вот он, например, запрещал родственникам навещать своих пациентов, потому что заметил, что часто после разговоров с родственниками у пациентов ухудшение, вплоть до скоропостижной смерти. Или вот еще один такой небольшой факт. Ну, наверняка, конечно, уже знаете вот про эту кавалергард-девицу Надежду Дурову. Ее мать отвергала. Она еще в период беременности мечтала о мальчике. И даже имя придумала. Модест должен был родиться. А родилась вот эта вот Надежда. Ее судьбу мы, наверное, в общем и целом знаем. То есть, по сути, она таким мальчиком-то и стала. Только в женском теле. Или еще то, что в психологии и в практике называют феномен маленького калеки. Бесперерывно болеющий ребенок, рядом такая страдательно заботящаяся мать. Какой некий тандем такой запрограммированный. Или, но это тоже из практики статистических подтверждений нету. Так называемые ненужные дети. Незапланированные беременности. Ребенок от нелюбимого. Какие тяжелые жизненные обстоятельства. Вот очень часто говорят, что такие дети становятся жертвами несчастных случаев. Или совершают суицид. Или оказываются хроническими пациентами психиатрических больниц. То есть, нечто такое судьбоносное. И еще так называемое тоже терапевтическое понятие. Определения ему не существует. Это некий такой, ну, лексика, да, профессиональная. Гипноз нелюбви. Это когда человек всю жизнь пытается строить отношения именно с тем, кто его отвергает. О, сразу расскажу пример. Я его люблю. Постараюсь рассказать его понятно. Я иногда как-то проскакиваю элементы. Девушка красавица. Мисс Москва 2000. Сколько это там. Бру. Не мисс Москва. Мисс Бикини. Представляете внешние данные, да? Она еще такая, ну, девочка-мальчик, так сказать. Она на мотоциклах катается. Она такая вся, ну, в общем, смелая, прекрасная. И она летом на дачу пришла на речку. Мисс Бикини. Естественно, вызвало большое оживление среди присутствующих там парней. И знаете, какого одного она выбрала, чтобы с ним встречаться? Во-первых, он младше ее. Он тогда был моим школьником, десятиклассником. Ей, ну, допустим, двадцать, ему шестнадцать. Ну, он просто здоровенный такой, да? А во-вторых, он был единственный, кто на нее абсолютно никак не среагировал. Среди тех парней, которые находились на берегу реки. Как он впоследствии рассказывал, это потому, что я был с жуткого похмелья. Ну, такой мальчик, да? И он просто голову не мог поднять там. Какие там девочки? Ему бы выжить. И вот интересно, что эта девчонка, красотка, у которой есть выбор, интересная, замечательная, она выбирает. И не по совокупности внешних данных. Правда, не чисто по внешности, да? Она выбирает парня, который на нее обратил очень мало, точнее, вообще не обратил внимания, да? Интересно, что она же за несколько лет до этого, будучи еще сама, ну, на границе, так сказать, подросткового возраста, ну, юношеского и взрослости, где-то лет шестнадцати, она встречалась с мужчиной, который был значительно старше ее, и очень сильно ее унижал, обижал, бил и так далее. То есть я тут хочу передать такой некий стульбоносный момент, да? Что вопреки имеющимся многочисленным внешним, внутренним и так далее плюсам, девчонка выбирает парня, с которым ей плохо, что ли, да? Там со школьником, правда, ей было не так уж плохо, потом, ну, тоже сложновато, да? Вот это тоже некоторый пример некоего гипноза нелюбви, выбирать отношения с теми, кто не демонстрирует, по крайней мере, любви в традиционном понимании этого слова. И вот Эрик Берн, иногда Берн произносит, я говорю и так, и так, честно скажу, не помню уже, как правильно, не знаю, посмотрите сами по транскрипции. Он задавался вопросом, что это за сила в словах и действиях родителей, которая так может определить судьбу человека. Вот одна из самых знаменитых фотографий Эрика Берна. Смотрите, очень хочу произнести, здесь процитировать одну его фразу. Я считаю ее реально практически очень полезной. Это такая маленькая самотерапия. Прямо прочитаю вслух. Когда какая-то темная сила толкает вас совершить то, что вы не хотите делать, надо просто заложить руки за спину и тихо сказать, нет, мама, я не буду этого делать. Я не буду, например, бегать за тем, кто меня не любит. Я не буду резать себе венок, какие-то такого рода вещи. Очень интересно, очень скептически вы еще увидите подход, много к чему. И при этом он довольно большой жизнелюб. И вот этот Эрик Берн или Берн, он основатель одного из самых популярных в мире направлений психологии. Так называемый транзактный анализ. Иногда его через С, иногда через З пишут. Который преследовал очень практические цели. Улучшение отношений в семье, между супругами, между детьми и родителями. И он автор бестселлеров. Возможно, кто-то из вас уже читал. Рекомендую почитать. Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют игры. Это абсолютные такие психологические хиты, хорошо написанные, весьма интересные и полезные. И я люблю приводить цитаты психологов. Вот я несколько цитатов Берна хочу вам продемонстрировать. Вот, например, про сказку «Красная шапочка». Мы сегодня довольно много будем обращаться к сказке. Смотрите, как Берн говорит. «Сказ «Красная шапочка» учит нас тому, что волкам очень опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. А ведь если задуматься действительно так, да, или что быть красивой, так же, как и быть умной, это вопрос родительского разрешения. Можно ли так сказать, да? Берн много говорил о сценариях. Я сегодня про них расскажу. И с его точки зрения в шесть лет сценарий у ребенка уже готов. Другое дело, что он может корректироваться. Еще одна очень важная его мысль, что из каждого указания родителей, как бы оно ни было дано, ребенок извлекает так называемое императивное ядро, указательное, да? Некое указание. Что ж ты такой неловкий, говорит мама ребенку. А давайте прямо на реальном случае. Тоже девочка у меня школьница. Такой скрупулезной, педантично аккуратной девочке, честно говоря, днем с огнем не найдешь. Очень-очень аккуратная. Но она при себе говорит словами мамы. Ой, руки не из того места, растутой. Вот криворукая, да? И мама, конечно, очень любит про нее говорить. Ну что, у тебя руки из одного места и так далее, да? Вот девочка извлекла императивное звено. Ты криворукая, да? Всем добрый день. Ну вот еще его такой призыв отказа от пафоса. Если вы уберете великие слова и торжественную мину, еще много чего останется. Любовь. Про любовь. Что это сладкая западня. Или вот, мне тоже очень нравится. Мама всегда говорила ей, чтобы она берегла себя и носила резиновые сапоги. Также она говорила, чтоб ты провалилась. Будучи хорошей девочкой, она была в резиновых сапогах, когда упала с ним. Или вот, про брюзгу. Брюзга – это человек, чаще всего обиженный на свою мать. Это некие цитаты, которые дают представление о стиле Эрика Берна и о его мыслях. И чтобы проиллюстрировать его идеи, я приведу его анализ в сказке «Красная шапочка», который всем хорошо знаком. Можно комментировать, можно предлагать свои дополнения или возражения. Эрик Берн задается рядом вопросом. Ну, во-первых, что это за мама, которая послала дочку через лес, в котором есть волки, к бабушке? Почему мама не пошла сама? Почему бабушка, если ей надо носить продукты, не живет с дочкой и внучкой? И почему она держит дверь открытой, как Берн говорит? Может, она продолжает надеяться на что-то интересное? И как «Красная шапочка» не поняла, что это волк? То есть много весьма интересных вопросов. И вот Эрик Берн говорит, что в этой сказке есть несколько, если на нее посмотреть, так сказать, словами инопланетянина, есть несколько моментов, которые рассказывают нам совсем другую историю. Например, о том, что мама пытается избавиться от дочки путем несчастного случая, отправляя ее в лес, где на девочку могут напасть волк. Во-вторых, про волка. Что он живет, по мнению Берна, выше своих возможностей. Должен понимать, что на людей нападать не стоит. И девиз волка, по мнению этого автора, «Живи с опасностью и умри со славой». Вот бабушка эта самая, которая не закрывает двери, видимо, на что-то надеется. Охотник, который в итоге выручает красную шапочку ее бабушку. Видимо, любит быть спасателем, особенно на глазах у маленьких девочек. И красная шапочка, которая ведь действительно залезает в постель к волку, как будто бы не опознает его, задавая множество вопросов. И явно играет с ним, и для нее сказка заканчивается хорошо, а для волка в итоге плохо. Это одна из таких знаменитых сказок, разобранных Берном. Есть еще одна сказка, «Спящая красавица». Тоже очень интересная, и мне кажется, максимально жизненная. Самое сказочное в этой сказке, что за сто лет, пока все были погружены в сторону, никто не постарел. Это иллюзия, как говорят в психологии. И вот в этом заключается иллюзия задержанной юности, ожидания вот этого принца. Есть предположение, что принц скоро будет хотеть, чтобы спящая красавица снова уснула. И что сама она спит, так сказать, ее женская часть спит и может проспать всю жизнь. И без сомнения и принц с особенностями. Для того, чтобы тащиться через густой лес, придираться сквозь шиповник, заходить в заброшенный замок, он должен быть с определенными чудачествами. И вот рассматривая такого рода вещи, сказки, повседневное взаимодействие, судьбы людей, Эрик Бёрн пришел к ряду следующих основных идей. И первая из них, она действительно очень важна. Она состоит в том, что сама судьба может быть предметом психологического анализа. Судьба – не случайность. Вот в психологии, как, наверное, я полагаю, и в физике, нет беспричинного. Все причинно обусловлено, в том числе и судьба человека. И это очень интересная мысль. Сейчас она очень прочно поселилась в современной практической психологии. Да, это важно. Есть еще анализ Простоквашина, пишет Айдек. Тоже жутковатая послепустья оставляет. Почему же детей зовут дядя Федор и Вера Павловна? Согласна. Согласна. Очень специфические родители. Мама, папа, ребенок там брошенный на животных. Мне очень не нравится этот мультик, когда я стала работать психологом. Какие сказки вы читаете детям? Это вы меня спрашиваете? Да, всякие. Красную шапочку и курочку рябу. Эту совершенно непонятную, немыслимую сказку. Не понимаю ее смысла. Экалапта, да все что угодно, что попросит. Значит, что еще говорит? Ну, только я читаю по-нормальному. Я, конечно, не говорю ему на данный момент, что принц там с чудачественным. Смотрите, что еще говорит Эрик Дерн? Что судьба программируется в детстве. И это происходит под влиянием родителей. Под каким именно? Поведение родителей. Отношение к ребенку, друг к другу. Вот эти указания, послания. И получаются ответы на вопросы. Хорошо, если вы мысленно зададите себе тоже эти вопросы. Как воспринимать людей? Мир – это что? Лес там с волками? Или я не знаю, что царство, в котором все погружены в сон, пока не появится принц? Или еще что-то? Это примитивные варианты, да? Какой я? Ну, какой вы, да? И что случается в жизни с такими людьми, как я? Это чрезвычайно важная составляющая сценария. Понятно, что, я уже упоминала, Берн говорит, что в дошкольном возрасте сценарий уже готов. И что еще очень важно, вот этого сегодня вы научитесь опознавать, а может быть и так уже умеете, что каждый человек может пребывать в разном эго-состоянии, в состоянии его эго, его сознательной части. В состоянии ребенка, в состоянии взрослого, в состоянии родителя. И по-настоящему зрелые мы, когда в нашем сознании доминируют взрослые. Про все это я расскажу. Что еще? Почему его теория называется транзактный анализ? Потому что Берн вводит вот этот вот термин транзакт. Любое взаимодействие между людьми есть транзакт. Обмен стимулами и реакциями, самыми разнообразными, какими-то словами, указаниями, комплиментами, или наоборот, каким-то ехидством, вздохом, охом, миллионам разных вербальных и невербальных компонентов. И что интересно, за каждым таким посланием может, да не может, а по мнению Эрика Берна всегда стоит, состояние либо ребенка, либо взрослого, либо родителя. Если, например, я в роли родителя адресуюсь, предположим, к другому, не менее взрослому человеку, предположим, к мужу, то наша транзакция будет, так сказать, достигнет своей цели, моей цели, если мой муж в этот момент в состоянии ребенка. А если он в состоянии взрослого, вовсе не хочет, лучше какого-то родителя. А если он сам в состоянии родителя, да, то будет некий родительский, так сказать, конфликт. То есть это имеет прямое отношение к психологии общения. Еще Эрика Берн говорил о том, что люди играют в игры, и эти игры я вам сегодня расскажу. И, как правило, выбирают себе в партнеры тех, кто играет примерно в те же игры. И вот, по мнению Эрика Берна, жизненная тема человека, тема судьбы, задается в сценарии. Вот вариант сценария – это вариант без любви. По-моему, у Фрейда были похожие рассуждения, пишет Дмитрий, про детей и взрослых. У него в другой терминологии. Ну, в общем, да, это тоже растет, конечно, из психоанализа. Да, растет из психоанализа, без сомнения. Ну, более такое практичное. И, пожалуй, даже я скажу, понятное, более житейское такое. Вот смотрите, например, заданность жизненной темы в сценарии. Папа, которому все время, ну, пусть будет не до дочки. И муж потом появляется такой же, которому тоже все время не до жены. Сценарий без любви. Или ребенок был рожден для того, чтобы удержать отца. Ну, классическая история, совершенно классическая. Но не удержал, что тоже совершенно неестественно. Никогда ребенок брак не спасает, не удерживает. И во взрослости часто человеку может преследовать ощущение, что он не справляется с тем, что ему поручили. Или ребенок должен был обязательно родиться девочкой, либо мальчиком, обязательно стать математиком. Или мама его там заболела после его появления на свет. Или это ребенок последний шанс. И старее всего вот это вот сценарным посланием может стать. Он будет по жизни и тащить это на себе. Расскажу как именно. Или, ой, прошу прощения, рано проскочила. Возвращусь. Ну, вот родители, которые все время заняты, им все время не до ребенка, да? И если все-таки они заботятся о ребенке, то делают это в смеси с агрессией. И вот очень часто в такой ситуации человек вырастает готовый к абьюзу. Забота, смешанная с агрессией, так сказать, да? Абьюз же такая сложная штука. Выбирают не просто партнера, который там бьет или унижает, да? А партнера, который создает некую видимость, да? В том числе и заботы, и внимания. Но только эта специфическая подача там. Что с агрессией очень сильно переключено. Да? И как, собственно, понять сценарий? Мы идем к делу. Через этот транзактный анализ. Через анализ эгосостояний и через анализ общения и деятельности. Сейчас мы этим и займемся. Анализ эгосостояний. Тех состояний, в которых прибывает человек в разные периоды своей жизни. Ну, допустим, попробуйте подумать сейчас о вашей диссертации. Извиняюсь за такую тему. Но подумайте, вполне возможно, что возникают некие мысли, слова, некие ощущения. Вот попробуйте их для себя запомнить. Запомните. И сейчас, может быть, поймем, из какого эгосостояния они делаются. О чем Эрик Берн говорит? Ну, вообще, абсолютно правильно. И сейчас совершенно, что называется, общее место этой идеи. Да, это все понимают. Каждый человек будет в порядке, если сам управляет своей жизнью и сам несет за нее ответственность. Если он не пытается управлять там жизнью, скажем, своего там парня, девушки, ребенка, мамы, папы. И сам отвечает за то, что он делает. Вот так живут люди, спрашивает Эрик Берн. Ответ мы с вами знаем. Люди живут не так, побольше честно. И вот, что он говорит. Обратите внимание, что в поведении каждого человека время от времени происходит заметные изменения. Внешне наблюдаемые. Совершенно простые. Тут не надо быть вообще ни Шерлоком Холмсом, ни психологом, ни тем бы то ни было. Оно видно и так. Например, меняется голос, интонация, лексика. Может появляться так называемый нянюшкин язык. Такой, знаете, цисухающий, упрощенный. Мне очень нравится. Это очень многие психологи-практики вот о чем говорят. Бывает, что, ну, пусть девушка звонит парню на работу, или там жила, может звонить на работу. И если послушать только то, что она говорит, ощущение, что она разговаривает с ребенком. Ты покушал, ты не промок, у тебя звон с собой, а домой ты собираешься, да? Совершенно точно. Это не диалог взрослого и профиля. Это диалог родителя и человека, которого видят так ребенка. Почему-то считается очень вредным для отношений, убивает сессуальное влечение и вообще разваливает отношения. Шапку не забудь, пишет Дмитрий. Совершенно верно. Абсолютно. И точка зрения может меняться, да? Или нет, я такая вдруг проскальзывает, наоборот, инфантивность, лексико-специфическое детство, детское решение такие, да? И могут заметно меняться эмоции. Скажем, если он же сам не поезд и будет голодать, пишет Дмитрий. Ну, все может быть, так сказать, все может быть. Мне очень нравится позиция, которая транслируется в консультировании психотерапии про другого человека. Он взрослый и он сможет справиться, да? Потому что обслуживать, конечно, чрезвычайно вредно для обоих участников этих отношений, да? Но я думаю, что вы шутите. Так. Или вот про эту диссертацию я сказала, да? Как вы про нее думаете? Может быть, у вас немедленно в голове ожили ваши внутренние родители, ваш внутренний родитель, который стал строгим, таким или тревожным, предписывающим голосом рассказывать вам, как нехорошо и как неправильно вы сейчас действуете по отношению к исследованию, как надо. А может быть, ребенок, который весело сказал, да забей, да ну нашли о чем, да? А может быть, взрослый, который реалистичен и как-то в контакте со временем, с реальностью вообще совсем прочь. Ну ладно, суть в том, что вот эти внешние поведенческие речевые изменения и позиционные такие, они соотносятся, конечно же, с внутренним состоянием человека, с эго-состоянием. Их три – родитель, взрослый и ребенок. Вот они на стене. Причем для каждого из них могут быть как позитивные варианты, так и негативные. Вот, например, родители. Родители – это ведь вообще очень хорошо. Это важные, хорошие люди, выполняющие колоссально сложные задачи. Другое дело, что родители и родители могут быть по-разному. Бывают заботливые, опекающие, помогающие, уместно, сообразно нуждам ребенка, а может быть, постоянно недовольно притекающие, да? Точно так же взрослый. Вот мне кажется, в значительной степени характеризуются успехов. Естественно, могу неправомерно обобщать, да? Объективная оценка реальности, да, там, логичность, свобода выбора, осознание последствий – прекрасно, великолепно, чудесно, да? Но его вот этот вот нижний полис, полис, да, это сухой логик. Человек, который, ну, вот таким компьютером тоже и не пытается прожить, да? Хотя эгосостояние взрослого, естественно, наиболее такое в целом для жизни пригодное, великолепное, да, но и у него есть обратная сторона. И состояние ребенка, эгосостояние ребенка – это наша детская часть, постоянно живая, эмоциональная, не думающая там о какой-то ответственности, творческая, обычно хорошо развита или хорошо берет на себя, так сказать, силу, функцию, когда человек занимается некими творческими видами деятельности, где состояние ребенка тоже милки. И в нем есть хорошие стороны – милый, творческий, прекрасный, там, любопытный, а есть – зависимый, беспомощный, жертва, инвалид, хулиган. Вот такие вот негативные вещи. То есть смотрите, в чем тут еще, еще раз скажу эту мысль, вдруг я ее недостаточно четко озвучила. У каждого из нас есть все эти три эгосостояния. Как правило, какое-то в большинстве наших жизненных ситуаций является превалирующим, таким наиболее часто выступающим на первый план. Но периодически мы можем впадать в состояние родителя и ребенка с сопутствующим кругом эмоций, мыслей, а иногда там и с сопутствующими травмами, какими-то психологическими проблемами, и вот тогда, и вот тогда начинает рушиться и портится наше поведение и исчезает конструктивность. Я сейчас не секунду, что, ребят, если холодно, закройте окно, то я когда-то вставлю. И вот смотрите, суть в том, что, еще чуть расшифрую, находясь во взаимодействии с другими, человек проявляет то одно, то другое эгосостояние. Например, и каждая из них связана с определенным набором ролей. Вот роль родителя. Это начальник, взрослый, старший брат, педагог, да, такая несколько назидательная, более свысока, дающая некий образец роль, да, утешает, помогает, поправляет и пилит самого себя. Кто часто себя пилит? И если есть ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, ну, в данном случае я не в клиническом смысле, да, а некие навязчивые действия, повторяющиеся, с высокой долей вероятности указывать на очень сильного внутреннего родителя, постоянно что-то диктующего. Взрослый – это переработка информации, это объективность, это знание себе цены. И вот смотрите, какие тут роли. Я мужчина, я женщина, я работник, который знает себе цены, я ученый, да, я принимающий решения. И бывает ребенок, бывает это состояние ребенка, который выражает эмоции, приспосабливается, восхищает. Он может быть молодым специалистом, вечным подростком, да, любимцем публики и так далее. Тут еще обращу ваше внимание, но мы про это еще и в следующий раз будем говорить, про такого рода надломы, так сказать, да. А бывает естественный, спонтанный ребенок, когда мы, так сказать, в веселом, непринужденном счастье. А бывает приспособившийся, адаптивный иногда называют тот, который пытается угодить внешним родителям, у которого постоянно в голове звучит вопрос, правильно ли он там нечто делает. И вот смотрите, по сути, ну это один из любимейших примеров в транзактном анализе, это муж, обращающийся к жене с вопросом, где мои ботинки, галки, ноутбук, все что угодно, где наш кот, на месте ботинок может быть все что угодно. И вообще любой вопрос, даже не начинающийся с где. И ответы, которые могут быть даны в этом взаимодействии. Пульт, да, где пульт? На месте ботинок может быть жена, пишет Дмитрий. Да, уж действительно. И на этот вопрос можно ответить, исходя из разных эго-состояний, да. Можно ответить, где находятся эти ботинки. Можно отчитать, да, почему ты никогда не знаешь, где твой пульт или твоя жена, скажем так, да. Можно из состояния обиженного ребенка, что ты как меня вечно критикуешь. Можно из состояния ребенка, нуждающегося в платье, там, в поддержке в платье, ну и оговорочки по трейду. Значит, отстань, мне вообще нечего обуть к этому платью, да. Или некое приглашение к сотрудничеству. То есть на самом деле, смотрите, один стимул множества реакций, как всегда в психологии, из множества разных состояний. И вот эти вот эго-состояния хорошо бы научиться опознавать. Потому что, например, скажем, если ваша девушка, я сейчас получается так, что к парням адресуюсь, да, если ваша девушка довольно капризная, немножко детским голосочком просит, говорит, что у меня ничего не получается, вообще так все плохо, все ужасно, да. На данный момент бесполезно к ней взывать из позиции взрослого и рационально объяснять, что все не так плохо, у нее есть что надеть, или там, пусть она идет голая, или еще что-нибудь подобное, да. Она к вам адресовалась из эго-состояния ребенка. И если вы отвечаете из эго-состояния взрослого, так постоянно, есть вероятность, что ребенок раскапризничает и сильнее, так сказать. Само собой на месте этой капризничащей девушки запросто может быть и парень, запросто, просто-запросто адресуюсь к девушке. И вот смотрите, значит, да, это первый шаг в анализе того, находимся ли мы в каких-то сценариях, это посмотреть, в каких эго-состояниях мы часто пребываем, да. А еще, что Берн предлагает сделать, это анализировать общение. Общение чрезвычайно важно. Есть такая штука, она называется феномен госпитализма. Госпитализм от слова госпиталь. Это феномен внезапный и необъяснимый физическими причинами детской смертности. В случае, если ребенок находится в условиях социальной депривации, у него есть физический уход, но нет близкого взрослого, который выражал бы любовь, заботу, Алексей, закройте, пожалуйста, окно очень поздно. Спасибо. Вот. Вот тут у меня написано подробнее, да, ребенок, находящийся в недостатке общения, да, наверное, часто и взрослый, сначала они становятся апатичными, эти дети, вот в детских домах, например, да, у них могут происходить дегенеративные изменения, психоза, смерть. И вот в одиночном заключении считается, что именно вот эта вот социальная депривация чрезвычайно тяжело отписывающая, да. Общение необходимо человеку, по мнению Берна, да и не только его, как пища. И Берн говорит об общении как о поглаживаниях, некие такие приятные выражения признания, некие приятные слова и действия других людей. Другое дело, что в зависимости от характера, типа личности, они могут быть разные, да, кому-то, если это, скажем, актер, да, или звезда соцсетей, нужны миллионы поглаживаний, постоянно, регулярно, там, от анонимной аудитории, от кого угодно. А, скажем, сухому, сдержанному, самодостаточному ученому, раз в год от уважаемого коллеги, в принципе, в общем и целом, по большому счету, может быть достаточно. Но суть в том, что обязательно вот эти вот, так сказать, компоненты общения, сами вот эти вот плюсики, которые дает нам общение, они абсолютно необходимы. И что еще интересно, что общение, да, как долго можно быть одному, пишет Иван Котов, без вреда для психики. Прям совсем одному. Я не знаю, Вань, я абсолютно не представляю. И полагаю, у всех это по-разному, это сильно зависит и от того, чем наполнено ваше одиночество. Я можно в ответ на ваш вопрос процитирую одного из моих любимых психологов Фредерита Пёрзова. Будет немножко грубо, он вообще такой. Одиночество – это быть одному плюс куча дерьма. Извините за такое слово. То есть одиночество – это сам по себе, да, вот я нахожусь один. И плюс нечто, что я туда затаскиваю. И вот уже, наверное, зависит от того, сколько я туда затащила, чего именно. Я не могу дать вам более хорошее ответ. Значит, смотрите, что еще Эрик Бёрн говорит. Мы говорим на внешнем уровне частенько одно, а подразумеваем другое. Вот он приводит пример прекрасного диалога. Ковбой спрашивает у девушки, не хотите ли посмотреть конюшни. Девушка отвечает, ах, с детства обожаю конюшни. Они о чем-то договорились. Хотя на внешнем уровне разговор шел о конюшни. И по мнению Эрика Бёрна, в таких, в такого рода взаимодействиях участников мог, может поджидать всегда сюрприз. Есть некие, так сказать, да, несказанные вещи, посланные из одной, из одного эгосостояния к другому. И вот, к чему я это все сейчас перехожу к играм. Смотрите, да, что в этом общении, во мне не поглаживаниями, транзакциями, скрытыми смыслами, посланиями от родителей ребенка, от взрослому-взрослому и так далее. Здесь закладывается основа для психологических игр. И самые простые мы можем наблюдать иногда даже в быту. Вот, например, довольно часто на этом, по крайней мере, раньше манипулировали продавцы. Эта вещь лучше, но она очень дорогая. И эгосостояние ребенка у покупателя срабатывает. Хочу, хочу, возьму. Именно ее ты, я и возьму. То есть некая такая утрата рациональности. И вот из такого рода скрытых транзакций, когда что-то говорится, что-то подразумевается, когда на внешнем уровне я адресуюсь вроде как взрослому, а на самом деле сильно включила там давление на ребенка, рождаются игры. Эрик Берн приводит ряд признаков этих игр. Это ряд последовательных действий, весьма определенных, таких достаточно стереотипных. У них часто прогнозируемый исход. Они часто неосознаваемые, такие стереотипные. Я вам покажу, например, что характерно, и что очень важно и плохо в играх. То, что в игре, какой бы развернутый, это очаровательный, она не была. На самом деле человек избегает подлинной близости. Игра позволяет не контактировать с другим, а оставаться, вот как заезженные пластинки на одних и тех же местах. Всегда есть некая скрытая выгода, есть некая ловушка для другого. Игры сопровождаются большими чувствами, и выигрыши в игре психологически, некий привычный, так сказать, гениостаз, привычная такая семейная, допустим, некая устойчивость семейной дисгармонии, допустим, некое социальное одобрение, некие эмоции. Ну вот я вам сейчас покажу игры, мне кажется, я пока непонятно. Да, это Эрик Берн, Афгар, который играют в люди. Вот смотрите, игра, если бы не ты, если бы не ты, если бы не моя мать, если бы не моя мочь, если бы не мое начальство, если бы не наше правительство, если бы я не была там, не знаю, вот, там с тушкой, да, если бы не нечто. Я бы зарабатывала много, если бы ты дал мне возможность работать. Говорит, жена-домохозяйка твоему мужу, да, на самом деле у нее есть скрытый страх перед этой работой, да, или если бы не вы, мои, если бы докобытыши, все, да, совершенно верно. Если бы не вы, я бы стала актрисой, но на самом деле это страшно. Если бы люди были нормальные на работе, я бы так работала, я бы такие статьи писала, да, но работать на самом деле не хочется или не получается. В чем состоит смысл этой игры? В том, что человек, я сейчас открою целиком, чтобы было лучше видно, человек выбирает такого партнера, супруга, любовника, там, начальника, коллектив, вот какие-то значимые отношения, да, что вот этот выбранный, он достаточно деспотичен, он в чем-то ограничивает, сиди дома, там, не работает, или у нас такими темами исследований не занимаются, или все, что угодно, да, но на самом деле выбирается этот деспотичный партнер не случайно, а выбирается таким образом, чтобы он как раз запрещал то, что делать-то и не хочется, понимаете, и вот за этого партнера на самом деле вот этот несчастный, да, который, если бы не ты говорил, он очень сильно за него держится, он не хочет изменений, и как только появляется шанс, ну, например, там, ну, пусть этот деспотичный муж говорит, ладно, все, ты меня убедила, иди работай, появление шанса не сопровождается изменением поведения, все остается на прежних местах. Кроме того, вот эта вот игра, если бы, достаточно частая в супружеских и близких отношениях, да, она еще позволяет, ну, такими кривыми путями приходить к близости или даже к секству, потому что ссоры и гнев, вот по этому поводу, если бы не ты, если бы не я, да ты сама, да ты сам, они могут в ряде случаев привести к бурной ссоре и бурному примирению, то есть немножко поконтактировали, немножко успокоились, потом опять разошлись далеко-далеко друг от друга в психологическом смысле и каждый снова завел свою пластинку. Или еще одна игра, тоже часто в супружеских отношениях, посмотри, что я из-за тебя сделал, посмотри, что я из-за тебя сделал. Думаю, что, вспомните, наверняка какие-то подобные случаи вы наблюдали, пусть будет отец, который не вовлечен в жизнь семьи, он все время занят каким-то важным делом, ну пусть он там забивает гвоздями, я не знаю, чего-нибудь, дачу, на даче там чего-нибудь забивает гвоздями, довольно дурацкий пример, но не знаю, как еще сформулировать, да? На самом деле не хочет он, в глубине души не хочет он, не с детьми возиться, не с женой разговаривать, не ничего такого, не теща куда-то возить, но тем не менее к нему иногда вторгаются, вламываются, ребенок чего-то просит, жена чего-то хочет, там кто-то еще, ход прибежал, и вот в момент этого вторжения он роняет на себя молоток, или он гвоздь себе в палец гоняет, танк играет, например, пишет Ваня, да конечно, все что угодно, да? Его отвлекли, а его там танк убили, или я не знаю, что еще там с ним сделали. Как только его уединение нарушили, у него что-то, не то письмо отправил, палец себе разбил, обжегся, порезался, я много таких случаев знаю, да? И семья привыкает, что этого человека не трогаем, когда он занят делом. Как вы думаете, сколь часто этот игрок будет занят делом? Он будет занят делом как можно чаще, потому что это его способ избежать вовлеченности, в некотором смысле трудоголики туда же попадают в это уже, всегда пишет Арам, совершенно верно, он будет занят всегда. И это тоже некое, как может быть, и обезболивание, возможно, у кого-то и в семье такое было. В нашей культуре такое есть, например, что папочка такой, которому не до ребенка, или посмотри, что на тебя сделали все эти мамы. Мама, мама, мальчика, вспоминаю, мама, мальчика, второй муж у нее, не отец этого ребенка, очень, который бьет этого несчастного мальчика, обижает его всячески. Но каждый раз, когда мама пытается сына своего типа защитить, вот действительно типа даже хочет этот дурацкий жест делать, обязательно происходит жуткий скандал, и мама потом в скорбной форме этому бедному мальчику выговаривает, посмотри, вот из-за тебя мы поссорились, да ты делай уроки лучше, да ты помолчи, да ты там не шуми, не бросай свои ботинки. Это игра, вовлекающая на самом деле всех членов семьи. Каждый получает некую свою выгоду. И иногда эта игра, ну, надеюсь, что никто из вас этого не знает на опыте, но на всякий случай знайте, иногда это способ избежать близости. Это на самом деле интимная близость в данном случае имеется в виду, такой способ увильнуть проявление такой скрытой враждебности, да, только там появились сегодня прекрасно выглядишь, вот как я в прошлый раз вам рассказывала, например, да, только появляются намеки, допустим, да, на то, что проведем вечер вместе, обязательно находится повод, из-за которого постандарий. Еще одна игра, если есть среди вас уже девушки, которые живут в гражданском или официальном браке, да, может быть, и не только в браке, вполне возможно, что опознаете и свои черты, я иногда себя очень сильно в этом опознаю, так со стороны смешно, конечно, да, ну и точно знаете по кому-то из членов семьи, я уверена, если не родительской семьи, то у кого-то из широкого семейного круга игра в загнанную домохозяйку, женщину с очень активным внутренним родителем, надо, 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 у нее такие внутренние послания, делай, бери на себя, все, иногда еще и следить счета с мужем, покажи ему, какой он недостойный, как он неправильно все делает, трудоголик на дому, да, и как Берн ее описывает, усталая, обиженная, ни на что нет сил, все загнаны, от ее этого трудоголизма на дому, на самом деле, все замучены, еще с вами договорю, я не знаю, если кто-то из вас смотрел сериал «Отчаянные домохозяйки», понимаю, что для вас он уже, наверное, старый, там такая есть героиня Бри Ван де Камп, которая абсолютно идеальная домохозяйка, и в то же время от ее идеального домохозяйства, от ее безупречности абсолютно точно всей семье, и здесь точно так же, да, и у вот этой загнанной домохозяйки такая сжатая жалоба, я устала, и скрытая жалоба, никто обо мне не заботится, и она такая жертва, так, Ваня пишет, непонятно, с проведенным вами случаем с отчимом или ребенком, кто пытается уйти от интимной близости и с кем, там может быть и никто, Ваня, это я просто сказала один пример вслед за другим, случай с мамой, отчимом и ребенком, эта игра, наверное, не обязательно связана с интимной близостью, она связана с тем, что мама играет в эту игру, чтобы не развалить свой брак, а потом и для чего такая роль может быть снова нужна, трудоголик всегда, трудоголик это избегание, это от чего-то загораживаюсь, да, чтоб меня не пробовать, я так долго суп варила, что разговаривать ни с кем не могу, да, я такая усталая, что вообще, у меня нет сил потерпеть твои жалобы, да, и такого рода вещи, еще одна игра, тоже думаю, что знаете, надеюсь, не по себе, игра алкоголика, чрезвычайно распространенная, считается, игра на всю жизнь, Эрик Берн, один из тех, кто эффективно работает с алкоголиком, он интересно про алкоголизм говорит, тут довольно много, я уже по этому открою, смотрите, там много ролей, это и этот классический треугольник, тиран, жертва, спасатель, когда алкоголик, то тиран, то когда он с похмелью, он становится жертвой, и на него тиранически нападает, допустим, жена, да, тут много разных ролей, и цель этой игры, цель алкоголизма, психологическая цель, по мнению Эрика Берн, это самобичевание, это удивительно, ну и гадкие люди, ну и посмотрим, смотрите, если вы меня остановите, а еще он так говорит про алкоголиков, пьяный и гордый, в этом что-то есть, вот, как опускаться на дно, так сознательно принижаться, да, чтобы получить некие страдания, цель игры, последующие страдания, по мнению Эрика Берна, внутренний родитель ругает внутреннего ребенка, и вот Берн, он начал заниматься самобичеванием этих алкоголиков, как-то вот тут немало, и выгоды в этой игре многочисленные, с другой стороны, интересно, что существование разных игр, коммуникации, пишет Айзер, это проявление человечества интеллекта, возможность закодировать посылы на сказательный, в то же время, возможно, другим человекам этот посыл распознать, это очень хороший, совершенно верно, знаете, что я не сказала про сценарии, в чем их беда, в том, что человеку трудно из него вылезти, что если человек не рефлексивен, не осознает нахождение в сценарии, он так и будет на нем кататься, ах, какие все вокруг плохие, посмотрите, что я из-за вас сделала, или какая я загнанная домохозяйка, или какой я алкоголик, то есть исчезает гибкость репертуара поведения человечества и ограничиваются эмоции, ограничивается контакт. И вот смотрите, значит, еще про алкоголизм. Алкоголизм может исполнять системную функцию, на фоне алкоголика остальные члены семьи выглядят вполне ничего, хотя если бы не было алкоголика, возможно, были бы отчетливее заметны их проблемы. Алкоголизм может быть вот этим самым симптоматическим поведением, каким-то посланием, каким-то отвлечением, каким-то способом слить агрессию. И по мнению Берна, алкоголизм имеет сходство психологическое с состоянием депрессии. Вот тут внизу курсивчиком написано «Все хотят меня обидеть, меня никто не любит, я умираю, и вы должны мне помочь». Что можно сказать про человека, пишет Петр, который при обычном знакомстве представляется. Александр, алкоголик. Александр отвечает «Только хорошая, здравствуй, Петр, а я и не о тебе». Представляется Александр, алкоголик. Думаю, что я бы предположила, что это шутка. Я бы предположила, что это просто шутка, но, конечно, я бы себе диагностическую гипотезу поставила, не ходит ли он на анонимных алкоголиков, нет ли у него зависимости, зачем он загораживается, не талисман ли он и так далее. так, она непонятно другими буквами он действительно много пил. Или приглашение, а, да, действительно, или приглашение, вот замечательно. Давайте еще одну игру, там у нас еще впереди довольно много важного. Пригидная женщина, все парни, которые долго бегают за какой-нибудь девушкой и девушки, которые долго бегают за каким-нибудь парнем, потому что это может быть и симметрично мужская роль, слушайте, смотрите, вполне возможно. Может, Александр представитель творческой профессии, так какой-то анонимный алкоголик, если он говорит, что алкоголик. Ну, да, да, тут есть некий парадокс между анонимностью и именем. Не знаю, я бы не стала тут заниматься гипердиагностикой, но внимательно бы, конечно, посмотрела. Вообще интересно, как люди представляются, да, и в каких формулировках. Есть такая замечательная психодиагностическая методика рисуночное имя. Когда надо нарисовать, написать, это много, ну, кое-что придумать про свое имя. Мы можем когда-нибудь сделать. Она чрезвычайно много тоже может рассказать этот человек, кто я. Там вот я, Александр Владимировна, Шуик там какой-нибудь, Саня или кто? Покина. Как бы там, Александра Владимировна, алкоголик, да? Тоже много разных посланий может быть тут заложено, но на основании одного этого маленького признака все-таки не будем еще пока диагностировать, поостережемся. Ну, я Антон. Так, фрикетная женщина или всем мужикам только одно и надо. Достаточно типичная такая тема среди обиженных женщин, например. Но и среди обиженных мужчин, вот эти вот мужские разговоры, что девочкам нужно, нужны только деньги, да? Возможно, они туда же. Значит, о чем тут идет речь? Я буду говорить в женском варианте, но повторюсь, это может быть и мужчина. Соблазнительная девушка, привлекательная, кокетливая или просто подающая понять, что мне интересно, там, приятно и перспективно с тобой общаться. Ты здесь не зря. Но когда парень приближается, она отскакивает. какая же ты скотина, а какое же ты животное, тебе нужно только одно. И возникают скандалы, да, мужчина осторожно отдаляется, да, допустим, через некоторое время девушка снова посылает недвухмысленные сигналы о своей привлекательности. И когда он снова приближается, он снова получает некую агрессивную реакцию. Если парень опознает игру, не обязательно он говорит, что это игра в фрагитную женщину по Эрику Берн, а просто он говорит, ты тут что-то странное делаешь, да, ты сама меня провоцируешь, а потом сама же и отталкиваешь в этом что-то есть. Понятное дело, что девушка обидится, да. Безусловно, это игра для поддержания интереса, для собственной, там уверенности, для манипуляции, для избегания близости. то есть, вот она такая тоже весьма с психологической точки зрения насыщенная и многоплановая. Но вот эти вот игры, это некоторые из самых популярных игр, которые описал Эрик Берн. Это уж совсем такие застрявшие в сценариях люди, застрявшие в играх, действующие однотипным образом во множестве жизненных ситуаций. А есть еще сценарий. Вот Эрик Берн говорил так, что я не знаю, есть ли человек без сценария. Возможно, есть, возможно, нет. Я понимаю, и на данный момент не существует ответа на этот вопрос. Мы будем в рамках этой лекции исходить из того, что сценарий есть у каждого. И попробуем соответственно их поопределять. только личные какие-то вещи не пишите в общий чат. Мало ли что, да? По большому счету, да и не по большому счету, зачем это странное выражение, Эрик Берн выделяет три сценария. Три сценария. Победитель, непобедитель и неудачник. И это вот очень сильно муссируется сейчас во множестве психологических публикаций. Такая как табличка «Я плюс», либо «Я плюс, ты плюс», «Я плюс, ты минус», «Я минус, ты плюс», «Я минус, ты минус». Понимаете? Могу написать на доске. Но я думаю, что вы понимаете. Если я хороший и ты хороший, да, это один из признаков сценария победителя. И я в порядке, и другие люди в порядке. Если я плохой и ты плохой, это сценарий неудачника. Сценарий может быть несколько. Может быть. Относящийся к разным сферам жизни. Я сейчас это еще покажу, да. Значит, на сочетании того, как человек относится к себе и другим, рождаются разные виды сценариев. Я покажу чуть более такой понятный сценарий, кто я. И вот вы почитайте внимательно и послушайте, да. И наверняка уже определите, какой сценарий у вас. Сценарий победителя весьма редкий, очень хороший, очень замечательный. Это такая сила, энергия, победность и радость от жизни, которую может дать семья. Как правило, очень любимый ребенок, действительно любимый. Это не значит избалованный, это не значит, которого не критиковали или которому все давали. это значит ребенок, которого искренне, очень сильно любили его родители. Который, соответственно, такое послание и получил в своей семье. Победитель достигает поставленных целей и он рад этому. У него нет так называемого невроза успеха. Невроз успеха описал Фрейд. Человек достигает цели, о которой мечтал годами, например, хотел построить дом, построил дом и у него начинается депрессия. Вот у победителя не так. Он строит дом и он счастлив. Повезло, я победитель, пишет Глеб. Очень хорошо. Я думаю, что среди вас аспирантов успеха больше победителей статистически или как-то в процентном отношении, чем в популяции, потому что вы студенты прекрасных вузов и сейчас еще аспиранты, прошедшие отбор и так далее. То есть, по крайней мере, по способности выдержать образовательную систему, понять, чего хотите в профессиональном плане, вы без сомнения, я полагаю, все победители. Другое дело, что есть еще сфера жизни, тут надо посмотреть повнимательнее. Есть сценарий, очень сложное для меня слово, побежденный или неудачник. Если победитель это принц, то неудачник это лягушка. Человек, который не достигает поставленной цели. Тайсон, Юри, когда кличка побил, тоже в сапой ушел. И вы думаете, что это невроз успеха, да, Дмитрий? Может, надо подумать, это, кстати, интересный пример. Просто, если не ставить следующую цель, то начинает грустить от скуки. Верно. Тут не про то, что достиг цели, и все, но это моя жизнь, счастливо закончилась, построил дом, теперь мне больше ничего не надо, детство порадоваться. Помните, вот эти герои в семье, роль выживания, делает все хорошо, чего-то достиг, но это как бы, как само собой разумеется, радости это не приносит. Вот он, в некотором смысле, тоже невроз успеха. Победитель радуется и с удовольствием ставит какую-то новую цель. Это не значит, что всю жизнь он испытывает только позитивные эмоции. Это значит, что он знает, чего хочет, достигает этого. И получив это, он рад. А вот сценарий лягушка, побежденный, неудачник, он не достигает поставленных целей. Он постоянно попадает в разные неприятности, ничему не рад, даже если, допустим, миллионер, суперкрасавец и все прочее. И, по мнению Эрика Берна, четыре основных вида вот этого негативного сценария. Одиночество, бродяжничество, сумасшествие, смерть, насилие, особый вид подытоживания судьбы. Почему-то ассоциация с старевной лягушкой. Она, кстати, по-моему, победительница. Лягушка на болоте, стрела внезапно прилетает к ней, она отхватывает себе принца, причем очень неплохого, насколько я понимаю, становится там в итоге самые любимые, восхищаемые, восхищаются ею, побеждая других неесток. Эти танцы с какими-то костями, да, то есть она, мне кажется, победитель. Значит, Дмитрий, вы думаете, что вот этот вот Тайсон Фьюри, у него был невроз, невроз успехом. Все может быть, может быть, да, может быть. И не победитель, банальный сценарий, неплохой, нехороший, очень распространенный, тяжело трудится, достигает там чего-то, но не до победы, а для того, чтобы удержаться на плаву. Немного выигрывает, слегка проигрывает. Начальником не станет, но и не уволит. Вот такого рода сценарий. Запой – это может быть как проявление радости, так и грусти, пишет Антон. Вообще-то запой – это третья стадия алкоголизма, которая считается уже неизлечимой, если это именно запой. Да, если есть симптомы всех предшествующих стадий, если он весело попьянствовал или грустно попьянствовал, да, денечек, то это не запой. То есть, если вы тут именно терминологически употребляете запой, то это уже третья стадия алкоголизма – вещь крайне опасная, крайне опасная. Вот еще немножко про эти сценарии вам покажу. Тут чуть-чуть подробнее в табличке расшифровано. Значит, победитель достигает чего хочет, рад, доволен, у него все получается, искренне открытый. Ну, это в значительной степени портрет психологически здорового человека. Не то, что уж там у него прям совсем никаких проблем нет, да, но базовое состояние благополучное, достижения, с достижениями справляется, свои сильные и слабые стороны знает, верит в себя, такой настойчивый, волевой и так далее. Хорошие качества, замечательные качества. Тут они выглядят немножко такими утрированными, но на самом деле бывают такие люди, да. Не победитель, он в некотором смысле осторожнее, он такой, я бы сказала, средний. Это неплохой сценарий, он тоже конструктивный, он тоже позитивный, он не такой блистательный, скажем так. Это человек, который сможет выжить, человек, который каких-то целей достигнет, и старее всего, у него могут быть такие убеждения, что самых талантливых, самый большой спрос, просто, да. Есть те вещи, где можно и особо-то ничего не достигать, но сделаю по минимуму и достаточно. Если трудно, то может и не надо, да. Вот. Ну, неплохо, совершенно неплохо, и во многих сферах большинство людей именно в таком состоянии, там, я не знаю, не обязательно выигрывать на каком-нибудь конкурсе домохозяек или самых лучших водителей машины или тщательно их всех припарковаться, прям идеально, да, некие такие непобедители. И вот неудачник. Неудачник – это тот, у которого все не получается, так сказать, да, нет в жизни счастья, из одного плохого в другое плохое, и ряд убеждений, что быть там красивым, успешным, богатым на самом деле опасность, где не воссталывайся, с умными не дружат, богатых убивают, там, все что угодно, да, где-то в глубине есть убеждение, что успех таит в себе опасность. И именно этот успех, вот именно это убеждение, оно от этого успеха, так сказать, и отдергивает. И вот сценарий, какова моя судьба. Смотрите, не те цели ставит, значит, да, скорее всего, он ставит не те цели. Он ставит цели, защищающие его самооценку, он ставит цели, которые позволяют не попасть там в то, что он считает чрезвычайно опасным. Но вот сейчас еще немножко сценариев покажу, они уже не с играми связаны, типа, загнанная домохозяйка, да, или предвидная женщина, или, если, или подобное. Они связаны с таким стилем поведения, скажем, человека. Вот сценарий пока нет. Не знаю, пока не закончу физтех, отношения не буду завозить. Зачем? Пока не похудею, не буду счастливой, так скажем, да. пока не зарабатываю, ну, некую сумму, путешествовать не буду. Но смысл в чем этого сценария? Что когда заканчивается что-то, ну, не знаю, похудела, да, возникла некая другая проблема, посидела, там, в момент, допустим, да, еще что-нибудь такое случилось? Опять, опять, опять откладывается, и вот так все время, пока не, пока не, пока не, так и не получается, там, пока не стану начальником, не буду жить счастливой, не буду считать себя успешным, вот, такого рода отложенная жизнь, да, или сценарий после, после, он отличается, тут другая последовательность, после того, как хорошо, вот сейчас, допустим, как же стимулирует, после того, как нечто хорошее закончится, будет плохо, да, мы начали встречаться, но он меня бросил, да, я сейчас получила эту должность, но скоро все заметят, какой я некомпетентный, или какая я некомпетентная, и меня отсюда вышло, да, сейчас я похудела, но я поеду к бабушке, и там вернусь оттуда снова колобочки, это такие очень условные примеры, и это очень важная вещь, если вы видите в себе проявление такого сценария, сделайте себе какую-то вот прям пометку, что это есть, мы про это еще будем разговаривать, потому что это очень диагностично, до моклов меч, а я как написала, или что, а, до моклов, а не до моклов, спасибо, извините, ужас, все, да, спасибо большое, да, до моклов, конечно же, не до моклов, в общем, в этом сценарии человек все время видит ложку дегтя в любой бочке меда, сейчас хорошо, но потом-то будет плохо, не смейте так много, потом попрочешь, и сценарий никогда, и они будут сейчас еще, желание мое никогда не удастся получить, да, я могу встречаться вот с этой девушкой, но с той, которую я люблю по-настоящему, не смогу, да, я замечательный, там, я не знаю, кто, ну, допустим, я замечательный физик, но хочу-то я быть космонавтом на самом деле, ну, наверное, это достаточно странный пример, но тем не менее, смотрите, и еще три сценария, еще три сценария, сценарий всегда, тоже очень диагностично, а поведение, когда готовишься к худшему, а надеешься на лучшее, это что, спрашивает Дмитрий, по мне, так это реализм и здоровье, это такая практичность, да, мне кажется, что тут, это экзамен, пишет Александр, да, в некотором смысле, выжить можно только с опорой на реальность, и плохое случается, да, поэтому готовиться к худшему, и при этом надеяться на лучшее, я пока что в таком описании, в этом вижу здоровье, но мы еще доберемся до тех способов, которыми можно поопознавать в себе сценарии, может быть, вы найдете что-то еще, сценарий всегда, тоже очень, это опасный сценарий, да, это опасный сценарий, это повторение одних и тех же сходных отношений и событий, и в этом есть большой психологический смысл, мы про это скоро будем говорить, любую ли ситуацию можно приписать в каком-нибудь сценарию, спрашивает Федор, я думаю, что нет, если постараться, наверное, мы могли бы приписать что угодно, к чему угодно, да, нету фазуистику такую, да, сколько ангелов могут поместиться на кончике иглы, но я бы не стала, а у человека может быть несколько сценариев, спрашивает Олеся, да, да, может быть, они могут быть, да, Нина, да, именно сценарии могут быть разные в различных аспектах жизни, например, там победитель в работе, непобедитель в личном и неудачник в здоровье, условно, вполне могут, и даже в рабочих отношениях могут быть разными, например, там я не знаю, я победитель в отношении с учениками, я неудачник в отношении с коллегами, я не победитель, там не знаю, в чем заработки, допустим, да, то есть, они могут так вот дифференцированы сильно быть, да, или вот такой сценарий Сизифа, да, сценарий почти, желаемое дело почти всегда завершено, дом почти достроен, книга почти дописана, желаемая должность почти занята, но тут что-то произошло, и приходится, как Сизиф, который, да, вот этот вот камень, катит бесконечно вверх и вниз, да, считается, что тут может быть сильное сопротивление со стороны близких, да, которые не хотят, чтобы человек слишком-то сильно высовывал и многого достигал, или сценарий с открытым концом, когда человек достигает цели, не знает, что делать дальше, он бешен, но, скорее всего, и хорошо, эффективно поднимался кверху, ура, я завоевала эту девушку, ура, я получила эту должность, ура, я там, не знаю, приехала во Францию, там какую-нибудь, а что дальше? Ой, я замужем, а дальше что? Ой, тяжело, ой, я дикана, что теперь делать, такой кошмар, сколько бумаг, да, то есть, такое неопределенность, что делать с успехом, да, откуда берутся эти сценарии? Сценарии берутся из родительских указаний. Как мы знаем, как я уже сказала в начале, Берн говорит, что ребенок извлекает из родительских слов вот это указательное звено, как жить, каким быть, да, кто я такой? Что делать и не делать? Не ночь, не плачь, не жалуйся, не делай сам, да, и какой ребенок? Не будь как твой папа, не будь как мама, не надо быть как Сережа, или вот этот вот знаменитый сын маминой подруги, да, слово появляется, каким быть? И родители отправляют ряд сценарных посланий, вот как надо, и это могут быть и хорошие послания, вот как надо решать проблемы, показывать своим поведением эффективно и здоровые родители, или вот как надо оставаться в одиночестве, показывает несчастная ослабленная мама, предположим, да, что нельзя, чего нельзя, врать, например, нельзя, ни за что нельзя врать, никогда, куча убивают, не говори правду, чудовищные посланники на самом деле, да, или, ну, нельзя высовываться, нельзя влюбляться, нельзя там никого предавать, уже человек все со всех сторон предали, а он первым, и тон, 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 которым родители обращаются к ребенку, он тоже передает некие вещи, да, потому что сказать все можно по-разному, и в интонацию могут быть вложены разные послания, нужен ты мне или не нужен, нравишь ты или не нравишься, любимый или не любимый, смешной или смешной, как все что угодно, Берн приводит такой пример, мама сказала двум своим сыновьям, частенько повторяла, вы оба закончите птихушки, так оно и вышло, один стал врачом-психиатром, второй хроническим-психиатрическим больным, или любимый пример Берна, отец говорит сыну, подростку, который напился, тебе еще рано пить виски, ребенок слышит в этом такое послание, что когда придет пора быть взрослым, тебе виски, то есть на самом деле сказано одно, а получено указание другое, и есть еще одна вещь, мне кажется, вы скучаете, драйверы, драйверы, особо значимые указания, они меньше, чем сценарии, они достаточно хорошо видны по человеку, может быть, что-то опознаете по себе, по знакомым, по каким-то литературным персонажам, особо значимые указания, их, сколько у нас получается, пять, будет лучше, может ли быть позитивный сценарий, пишет Евгений, да, может быть позитивный сценарий, может, сценарий победителя, сценарий, любимого, все что угодно, сценарий того же самого принца, награда для всех, такого человека, который достигает, чего хочет, вот смотрите, и вот еще эти драйверы, домашнее задание, один из вариантов, он про драйверы, про то, чтобы попробовать опознать свой драйвер, ага, ему спрашивают, смотрите, старшие сиблинги тоже могут оказывать влияние на ребенка, не только родители, да, конечно, от старших сиблингов, может, довольно часто, это, по крайней мере, в терапии, в консультировании мы сталкиваемся вот как раз с заботой смешанной с агрессией, представим себе ребенка, ну, допустим, восьми лет, на которого навесили заботу о младенце, неудобном, крикливом, хоть и очень милом, конечно, в существе, там, с его какашками, с его пустышками, с его вечным разрушением игрушек, с его вечным вторжением в чужие пространства, да, и старший ребенок, вынужденный заботиться о младшем, весьма часто передает к этому заботу, смешанную с агрессией, потому что не должен быть старший родитель, ни в коем разе, никогда-никогда, это не его задача, и может быть передано такое послание, да, что я тебя обслужу, но при этом наваляю, извините, да, иногда могут быть и позитивные вещи, переданы со старшим сиблингом, бабушки иногда передают совершенно прекрасные сценарные послания, совершенно безусловную любовь, и родители, и о иной раз ты какой-то воспитатель, да, учитель, педагог, про какого-то ученого, я читала, забыла совершенно про кого, извините, отечественный, он почему-то воспитывался в детском доме, и определили его в детский дом для умственно отсталых, когда он был маленьким, однажды одна воспитательница подошла к нему, он еще ребенком был в детском доме, отвела его в сторонку сказала ему довольно строго, наука, сказала, я должна тебе сказать одну тайную вещь, ты должен ее понять, тебе здесь не место, ты будешь великим ученым, ты не такой пока, не ты откуда выберешься, ну вот какие-то такие вещи, мне сказала, так оно и вышло, в честь к тому педагогу, который заметил этого ребенка, да, и правильную, значимую, так сказать, вечно, ну, значит, вот они эти драйверы, они достаточно хорошо видны по человеку, например, будь лучшим, это, конечно, перфекционист, который еще и постоянно сравнивает себя с остальными, который пытается победить, и это может быть очень продуктивный человек, в общем и целом, ничего плохого в том, чтобы быть лучшим в чем-то, да, самом по себе, нету, плохо это бесконечное соревнование неуспокойности, перфекционизм, если он есть, да, как правило, достаточно взрослыми, собранными, рассудительными выглядят такие люди, действительно федантичные, тщательно все выполняющие, но внутри может быть очень тяжело, да, или будь сильным, это вот все люди, которые не позволяют себе проявления слабости какой бы то ни было, как будто бы не устают, не плачут, а иной раз и не смеются, не ласкаются, не дурачатся, бесконечная сила, это может быть и парень, и девушка, но вот тут к слову скажу, наверное уже говорила и все-таки скажу, врачи говорят, инфарктники не плачут, вот инфарктники, они такие бог сильные, да, они не позволяют себе там каких-то жалоб, там, исключений куда-то, они просто доводят свою жизнь до вот этого вот сердечного приступа, весьма опасное послание, очень опасное, хотя опять же сила сама по тебе, да, способность к самообладанию, это хорошо, или старайся, 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 это, конечно, сильно связано со школьным обучением, видеть, не зайди нормально, перепиши заново, знаю, я море детей, которые, в том числе и теперь взрослые, в котором вечно приходилось переписывать эти домашки до безупречности, и все начинать заново, и все переделывать, это чревато в последствии, и ОХР, и аксессивно-компульсивными расстройствами, и, тоже, и перфекционизмом, и никогда человек не получает ощущение, что дошел до цели, все время недостаточно старался, и ориентирован часто на то, как вот там другие оценить, а чтобы другие хорошо оценили, это надо быть в очень здоровом окружении, у нас другие, это в основном, по Сартру, он сказал, ад, это другие, да, мало кто оценит подостоинство, или радуй других, люди, которые пытаются угодить, пытаются быть хороши для остальных, утешить, поддержать, помочь, развеселить, здорово, на самом деле, слава Богу, да, и честь и хвала этим людям, как шутка такая, знаете, есть девушки, которые нашли себя на помойке, спасибо вам большое, да, это тоже немножко радует других, хотя оно очень разное бывает, в очень разных видах может быть, но у человека в собственной жизни тяжело, и спеши, вот это вот быстрее, давай скорее, быстрая речь, быстрая действия, быстрая мяча, быстро, вертится, очень хорошо знает этот драйвер. Сценарий можно располагать, мы переходим к такой части, в которой я кое-что расскажу, что можно с этим сценарием делать. А если есть внимание на то, если драйвер сам по себе со временем вас убивает, это не драйвер, пишет Евгений, это драйвер, это драйвер, который помножен на коэффициент атомии, скажем так, если я в себе это поняла, обнаружила, понял, обнаружила, осознал, этот драйвер не будет так себя долбить, я могу давить, я могу сама этому драйверу вытразить, я могу сказать, что мне не обязательно так спешить, мне не обязательно так стараться, либо ключи, но это значит все равно драйвер. Может ли у человека быть несколько драйверов, спрашивает аром, могут, могут, обычно чем тщательнее и директивнее воспитание, тем больше может быть поселено драйверов, я считаю, что, это сейчас будет совершенно гуманитарское такое, да, заключение, но я считаю, что у огромной доли парней успехов, и кстати, и девушек тоже, есть драйвер, будь сильным, будь сильным, абсолютный запрет на чувство, абсолютный запрет на пожаловаться, на то, чтобы позволить себе что-то, да где-то быть несовершенным, из этого, кстати, в том числе, рождается прокрастинация и много других серьезных психологических проблем, о которых мы тоже будем разговаривать, я думаю, что драйверы вам знакомы. Вот немножко про Кеплера прочитала такое, что якобы его мать за сварливость, гневливость, мерзкий характер и жестокое, такое пренебрежительное обращение с детьми считали ведьмой и в итоге сожгли на костре, я прочитала это в популярной литературе, вполне возможно, что это и не так, да, но, но, но процитирую, да, хотя никаких доказательств ведьмовства не нашли, за исключением физки не плачут, они просто сидят в углу, обхватив колени руками и смотрят в точку, чудовищно, чудовищно, абсолютно чудовищно, и с этим может быть связано с депрессией и так далее. Если я все время должен быть лучшим, должен терпеть, не сорваться, или там должна быть сильной, господи, а жить-то когда и как, и на черта-то все время быть сильным, это совершенно невозможно, это жуткие послания, это жуткие послания, они ужасно разрушительные. И в общем, она проклинала своих детей и посылала им послания, чтобы они умерли, ушли из этого мира. И вот по мнению Анны Кирьяновой, у кого я это прочитала, она философ и публицист. Кеплер стал великим ученым, в своем роде он выполнил только позитивно послание мамы ее сценарий. Он покинул этот мир, но не умиранием, а обращением к звездам, которые он изучал, и стал великим в этом. Напомню, ой-ой, что вот это вот, нет, мама, я не буду этого делать, это действительно, я не плачу, это просто слезы, господи, как ужасно, я надеюсь, что вы шутите, хотя, вообще-то поплакать, это ведь очень освобождающая вещь, и очень хорошая. Но я знаю, что даже люди, которые доходят до психолога, которые пришли в отчаянии, потому что на самом деле в России, как мне кажется, большинство людей приходят к психологу в отчаянии, как вот эти шутки про врачей, есть, да, что скелет на пороге стоит, и врач говорит, ну что ж вы так долго тянули, в общем-то, приходит действительно скелет, я не плачу, это дождь, да уж, плакать-то, в общем, полезно. Значит, смотрите, про расколдование сценария, про то, как с ним справиться. Я это все, упражнения эти вам сейчас расскажу, кто хочет, сделайте, и это будет так, в общем, один из вариантов домашнего задания, описать там, что у вас получилось в тех пределах, насколько вы можете себе это позволить, все это композиционно. Ну, самое главное, что чтобы завершить сценарий, под дождем не видно, что ты оба расплатывался, но он не может идти вечно. Замечательные шутки. Между прочим, на мой взгляд, хотя, может быть, сейчас это гипердиагностика, вы среагировали на эту тему, мы среагировали, опять же, из этого послания будь сильным. Посмеялись, пошутили, ваш великолепный юмор, шутки, остроумие, да? и никакой слабости, боже мой, не, боже мой, надо быть сильным. Значит, смотрите, первое в сценарии, это, во-первых, попробовать его осознать, я тут расскажу сейчас еще, как его можно про свою семью обдумать, да, и про свою жизнь. И в идеале, чтобы закрыть гештальт, замкнуть, так сказать, завершить вот это вот непрожитое, по-хорошему надо, чтобы тот человек, который эти сценарные предписания вам давал, например, спеши, или не высовывайся, или не проявляй нежности, или не проявляй там слезы, все что угодно, или будь всегда лучшим, или ты же академик, все что угодно, да, в будущем. Важно адресовать эти чувства по-хорошему, обо тому человеку и сказать, вот знаешь, мне, ну не знаю там, смотря что чувствую, мне это мешает, я не хочу все время стучить, или я не обязан быть там все время сильным, все что угодно, да, и в идеале, в идеале, который вероятно трудом как минимум достижим, да, этот человек должен принять эти чувства всерьез и конгрессу на них среагировать. Но это, конечно, задача грандиозная и большая. Можно более такими реалистичными шагами, да, подумать о себе. В сценарии ли вы находитесь, есть ли какое-то предписание, что предписано, и вот они, вопросы для самоанализа. Я обращу ваше внимание, любимый лозунг ваших родителей, ну, например, мы люди маленькие, нам такое не надо. хорошее люди всегда помогают. Сейчас я не могу придумать какой-нибудь еще лозунг, или масса лозунгов. Без образования это никто, там всякие разные вещи. Какую жизнь ели ваши родители, какой был родительский запрет, чего делать нельзя, каким точно никогда быть нельзя, или какие действия нельзя совершать. Из-за чего ваши родители, из-за каких ваших поступков улыбались или смеялись. Один мой любимый пример, уже взрослый мужчина, психологу на вопрос, когда последний раз смеялись у него дома, он так подумал и говорит, а последний раз мой отец смеялся, тогда я себе голову до крови пробил. Вот это тоже в некотором смысле. Ты же девочка не поспоришь. Ты же девочка, есть только всего разного в это приписывается. Ты же девочка, значит заботиться. Ты же девочка, значит уступай. Ты же девочка, значит, не знаю, будь скромной. Ты же девочка, значит, будь какой-нибудь нарядный. Ужасно, конечно. Девчонка, очень много приписываю. В честь и хвала тем девочкам, которые работают над собой, какие ваши поступки заставляли родители улыбаться или вот этот вот часто на тренингах используется этот прием белую футболку представить и на ней что-то о вас написано ваш девиз а может еще и сзади что-нибудь написано например я такая милая а там но я всех ненавижу допустим да или я такая веселая когда махну стаканчик да вот какие то такого рода вещи хорошо что ты же мальчик ничего не обязывает пишет дмитрий ого ты же мальчика вообще-то обычно много к чему обязывает очень хорошо если это действительно так что вас это ни к чему не обязывала обычно мальчиком такой иронизирует хорошо поняла то я уже хотела вывести список чему обязывает мальчик если вашу семейную жизнь поставить на сцене какая получится пьеса вялая скучная тихая бунная счастье несчастье драмы там комедии все что угодно может быть даже написать повесть о вашей жизни или даже сказку какая получится но я дальше расскажу что вы чувствовали вот тут прямо шаги что вы чувствовали получая этот сценарий или когда у вас какой-то драйвер так сказать в голове звучит я должен сделать лучше я должен там всех убедить я не должен плакать или что-нибудь подобное попробовать вспомнить какие-то сходные ситуации до проанализировать и если можно обсудить их сказать что вы не будете так делать я не буду терпеть я не буду спешить я не буду там и лучше попробовать принять эти свои чувства шагши немножко расскажу и вот еще один прием попробовать произнести вслух некую фразу адресованную вашим взрослым вот она эта фраза ее можно естественно с там с изменениями с разными интонациями проговорить да если в данном случае речь идет о том что ваши родители допустим вам нечто предписывали некий сценарий был указан да я ничего вам не должна была ребенка я не должна была терпеть молчать во время себя игнорировать или я не должна была растить моего брата или я не должен был быть все время безупречным я не должен был один с этим справляться я не должен был утешать маму я не должна была там не знаю спасать пьяного папу это вы мне были должны любить защищать этот нет заберите ваши претензии себе это звучит довольно таки грубые и недоброжелательны по отношению к родителям в данном случае тут речь идет не о том что родители какие-то плохие тогда или на делу только плохого это как некий метод самопомощи некий слова адресованные родителям но еще один приемчик скажу который может быть может быть может нам что-то рассказать о сценарии о судьбах мы практически закончили это сказка а могут ли большой вклад в сказку о вас придумать сказку о себе и тоже может быть что-то очень диагностично так андрей пишет а могут ли больше вклад в подобные вещи сделать не родители а например учителя воспитатели и так далее ну вот конечно конечно например если вы в слабом классе но я такой условный пример были сильным учеником который старательно выполнял домашние задания учителя будут крайне рады навесить на вас сценарий он всегда должен он всегда сделал он всегда молодец он всегда правда могут могут и еще какие-то сценарии запросто могут навесить какие-то драйвера до звонок но вот показываю домашние задания сказать что 10 класс не для вас да или вы хуже всех или ты никогда не делаешь или ты еще что-то почему ты сделали а ты нет дети как дети а ты копаешься значит домашние задания выбирайте какой-либо на выбор подержу немножко может быть надо вам там за скриншот или как вы это делаете можно про себя про любимую сказку про сказочного героя или просто проанализировать какую-нибудь сказку любую или описать пример поведения человека в каком-то его это состояние ребенок взрослый родитель поанализировать драйверы примеры примеры сценариев или вот этих победитель не победитель неудачник или ваши если вы будете делать что-то из того что я предложила практически то ваши мысли и эмоции которые возникли во время самоанализа вот такого рода то что я вот на этих слайдов заключительных привожу это хорошая вещь для работы над собой значит еще одна минуточку прямо скажу сейчас пока покажу книжки следующая у пару в следующий понедельник мы с вами начнем с небольшого тесте к я не буду смотреть его результаты он будет только для вас поэтому по возможности но те кто смотрит в прямом эфире подключайтесь сразу я тоже сделаю все возможное чтобы мы начали вовремя благодарю вас за внимание и за работу встретимся через неделю на домашней работы сегодня отвечу или в крайнем случае завтра у кого есть вопросы могу ответить если вопросов нет